Кто бы мог подумать, что самый невинный на первый взгляд и любимый многими школьниками фрифайерщик окажется таким редкостным балабовом, крысой и цыганенком. Прямо сейчас вы узнаете, кто на самом деле скрывается за одним из самых популярных каналов на ютуб по фрифайер. Обман рекламодателей и своих же подписчиков, хайп на собственном избиении и на спецоперации в Украине, многочисленные сливы коллег по цеху и главных комьюнити менеджеров игры, шантаж обычных игроков, плагиат и лицемерное вранье ради просмотров и денег. Лям, сейчас будет очень жарко. Ну и уже по классике. Бери в руки огнетушитель, Данька. Дан Ред. Главная крыса фрифайер. Да, я прекрасно понимаю, что все вы на этом канале ждете другое разоблачение. Но потерпите еще немножечко. Обещаю, в самое ближайшее время оно выйдет. Я над этим работаю. Лучше прямо сейчас подпишитесь на мой телеграм-канал. Там все новости по этому вопросу. Я сейчас про разоблачение на жабку. И плюс все те пруфы на Дан Редика, которые не вошли в это видео по некоторым причинам. В телеге не менее интересно и весело, поверьте мне на слово. Ссылочка на канал есть в описании и в закрепленном комментарии. Я жду вас там, братва. Меня многие упрекают в том, что я не делаю разборы крупных ютуберов. Но всегда выбираю в качестве жертв лишь слабых. Тех, кто не сможет мне ответить. Многие просили меня сделать разбор на какого-то крупного ютубера, который сможет сдать достойность сдачи и уничтожит мой канал. Не вопрос, получайте. Тем более, Дан Редик сам пообещал, что меня уничтожит. Но при одном условии. Только если будут просмотры и хайп. Лишь тогда его величество соизводит мне ответить. И сделает так, что все меня будут хейтить. Сильное заявление. Ребята, заранее прожмите лайк. Прямо сейчас нажмите. А потом досмотрите это видео до конца, чтобы оно продвинулось в рекомендации. Обязательно напишите свой комментарий после и сделайте репост к себе. Чтобы как можно большее количество человек его увидело. Давайте наберем здесь как можно больше просмотров. Чтоб Дан Редик наконец-то осуществил мечту всех моих хейтеров. Многие из вас знают, что до недавних пор я довольно хорошо отзывался о Дан Редик. И делать на него видео в таком вот формате вовсе не собирался. Даже несмотря на то, что о нем все это время знал. Мне не раз скидывали на него всякие разные пруфы и просили сделать полноценное разоблачение. Но все это я не придавал огласки. Потому что лично мне он не сделал ничего плохого. Если мне что-то кидали про него, я скидывал ему это в личные сообщения и старался как-то помочь. И вроде бы все было хорошо. Ровно до тех пор, пока Дан Редик сам не начал творить в лично своем канале. 24 января на канале Дан Ред вышло видео с громким названием. Меня избили и ограбили. Побили бедолагу так сильно, что у него отшибла память. И он в одну секунду забыл события двух крайних месяцев собственной жизни. Он отлежал в больничке, после его посадили в тюрьму, где над ним издевались и морально, и физически люди в погонах. После он выяснил, что у него пропали кольца. Короче, увидев тот ролик, я никак не мог адекватно реагировать на его содержимое. Послушав всю ту ахинею, что он там нес, я тут же записал точно такое же видео. Слово в слово. И выложил к себе на канал. Просто ради того, чтобы поровлить над этим сказочником. И всеми теми, кто на те сказки купился. Ведь нужно быть конкретным дурачком, чтобы поверить во всю ту чушь, которую нес там Дан Ред. Именно в тот момент я изменил свое мнение об этом человеке. Ровно через месяц, 24 февраля, на его канале выходит видео с очередным громким названием. Правда, прямо сейчас этого ролика на его канале вы не найдете. Потому что Дан Ред, судя по всему, поняв, какую он хуйню сотворил, через несколько дней скрыл его с канала. Стоит отметить, что изначально это видео называлось по-другому. Но так как оно в день своего выхода не набрало нужных просмотров, Дан Редик решил его переименовать. По счастливому стечению обстоятельств, именно в тот день, 24 февраля, началась спецоперация на Украине. И Дан Ред, недолго думая, поменял название на более хайповое. Ведь гораздо заманчивее звучит. Открываю кейсы, пока в соседний дом падают ракеты. Гений! В очередной раз Дан Ред попытался грязным хайпом собрать свои жалкие просмотры. И я снова сделал об этом пост у себя в сообществе на YouTube и в Telegram канале. Дан Ред тогда с пеной у рта доказывал мне, что все это чистая правда. Он действительно открывал кейсы в тот момент, когда над его головой пролетали ракеты. По его словам, они взрывались 200 метров от него. Вот кто-нибудь из вас, ребята, в такое страшное время, будет заходить в мобильную игру и открывать, блять, кейсы? Пиздец. Пока миллионы человек в спешке покидают свои дома и пересекают границу в борьбе за жизнь, наш горе-бизнесмен с высоко поднятой головой заходит в мобильную игру и делает новое видео. Окей, и если это все действительно правда, если ты даже в таких обстоятельствах под взрывами готов снимать свои ролики, то почему после моих обвинений ты удалил это видео? Че-то как-то не вяжется. Именно после моих этих подколок и обвинений в хайпе, Дан Ред и его лучший дружок Влад Измайлов, посовместительству его менеджер, начали меня атаковать и пытаться задеть в каждом новом диалоге. На третий день тех печальных событий Влад начал писать у меня в чате, что на военной операции они подняли денег. С его слов он поимел на финансовой бирже ни много ни мало 65 тысяч долларов, что в переводе на рубли по курсу того дня более 6 миллионов. Естественно, в эту сказку я не поверил. Я попросил у него скриншот с его личного кабинета на бирже, чтобы убедиться в правдоподобности его слов. Естественно, скриншоты мне никто не предоставил. И тогда я снова обвинил эту парочку в балабольстве. После этого в течение недели Влад кидал мне скриншоты с интернет-банка, где были переводы и поступления, где был общий счет с двумя лямами. Но и даже это никак не вязалось с тем, что он вкидывал в чате. К тому же биржа уже как месяц не работает. Вывести деньги оттуда невозможно. Очевидно, парень нагло врет. И мне непонятно, зачем он это делает. Именно это и была моя основная претензия к вам. Мне по барабану, сколько вы денег зарабатываете. Мне лишь непонятно, нахуя вы врете. После очередных споров на следующий день в час ночи Дан Ред решает за него заступиться. И кидает мне уже свои скриншоты. Пытаясь доказать, что он богатый и успешный. Как оказалось, все это время Владик кидал скриншоты с интернет-банка Дан Реда. Естественно, я не мог удержаться и вкинул телеграм-канал в шутку про семейный бюджет. Ну, типа Владик и Дан Редик это сладкая парочка. И у них один интернет-банк на двоих. А те, кто не понял, это типа как муж и жена. Когда мужик зарабатывает, а девочка тратит. Это очень сильно задело Дан Реда. И он перешел в очередной раз на прямые оскорбления. И после чего, собственно, и пообещал меня разоблачить. Он дал слово, что все меня после его ответа будут хейтить. Ну, что я ему ответил. Окей, ты меня вынудил, братик. Получай полноценное разоблачение. Сам Дан Редик считает, что его деятельность сегодня это настоящий бизнес. С его слов, он добропорядочный бизнесмен. Какие там нахрен Пашки и Абрамовичи со своими компаниями и многомиллионными оборотами? Когда достаточно завести каналчик на ютубе, открывать кейсы во фрифайринге и публиковать рекламные постики в сообществе. И закидывать полученные с этого деньги на бинанс. И вот оно. Ты уже не какой-то там среднестатистический фрифайрщик, а настоящий бизнесмен. Бля, этот чувак ведь реально считает, что его деятельность сегодня... Это какой-то настоящий бизнес. Что ж, давайте посмотрим на то, как Даник пришел к успеху. Свою деятельность на ютубе наш бизнесмен ведет уже на протяжении двух лет. Его контент это открытие кейсов, сравнение аккаунтов и их прокачки. Ну и конечно же громкие ролики о том, как он сидит в тюрьме. Сегодня это около тысячи видеороликов, снятые на коленке за 10 минут на телефоне. И выложенные на канал даже без какого-то минимального монтажа. И самое удивительное, что эту хуйню смотрят сотни тысяч людей ежедневно. Вот реально, ребят, без обид сейчас. Но все те люди, кто смотрит Данреда и не пропускает ни один его ролик. Вы ебаные дегенераты, вы, блядь, дегроты. Че, охуел, блядь? Я не знаю, как это дерьмо можно смотреть каждый день. Я, блядь, тот человек, который писал этот сценарий и посмотревший все видео на канале Данреда. Это скучнейшее говно. Я клянусь, блядь, жабку интереснее смотреть. Чего, блядь? Я открыл 100 кейсов. Я открыл тысячу кейсов. Я выбиваю новый джекпот. Кручу новую рулету. Вы, блядь, дебилы, что ли? А порой ролики и вовсе выходят вот в таком вот качестве. Валяются себе. Никто их не трогает. С бесконечным пердежом в микрофон. Вы дебилы. И да, сейчас я уверен, кто-то скажет. А как то, что мы смотрим, может охарактеризовать нас как личность? Но мы ведь получаем от этого удовольствие. Но нам нравится такой контент. Да можно выиграть прокачку. Вы деграданты. Окей, допустим. Но вы ведь, блядь, не будете смотреть на то, как какой-то гопник смотрит десятки видеороликов, где ебутся собаки. Вы по-любому скажете ему, ты чё, ебанутый? А он вам в ответ, ну меня это разликает, мне это нравится. Вот вы, смотря десятки одинаковых роликов, вы точно такие же. Я понимаю, один раз посмотреть, два раза посмотреть. Но любого нормального человека это заебёт уже на третий раз. А вы смотрите сотни таких видео. Когда просто на ролике происходит, блядь, одно и то же. Открытие ебучих кейсов в мобильной игре. Без монтажа даже какого-то. Может быть, если бы мне было, как вам, 6-7 лет, и я, возможно, бы подобные видео тоже бы смотрел. Но когда мне 28... Блядь, ну это стыдно, нахуй. Ладно, чё-то я бомбить здесь начал. Я реально, когда смотрел всё это во время написания сценария, я такой... Блядь. Даже когда я смотрел жабку, я такой... Ну всё, прифай родни ебанаты, раз они смотрят это. Игре пиздец. Но когда я начал анализировать контент Дан Реда, я, блядь, зауважал жабку, клянусь. Вот это поворот. Жабка, ты красавчик, респект тебе, у тебя охрененный контент. Вот серьёзно, сейчас без шуток. Я бы всех вас, фанатиков Дан Реда, всех 700 тысяч, засунул бы на ёбаный теплоход и отправил бы, блядь, в Бермудский треугольник. Ладно, всё, хорэ бомбить. Простите, пожалуйста. Самые популярные видео на канале Дан Реда за всё его время существования, это ролик со сравнением аккаунтов. Вот эти. Раньше они назывались «Купил аккаунты». Но так как это запрещено, Дан Ред их в будущем переименовал, удалив слово «Купил». Но речь сейчас вовсе не об этом. А о том, что на всех этих видео, на его превью, для привлечения внимания, наш горе-бизнесмен вставил на самый дорогой аккаунт скины, которых даже нет в этой игре. Он брал их из Фортнайта, для того, чтобы наивные школьники, увидев ролик в рекомендациях, охренели от того, что в игре появился новый офигительный набор и зашли на него посмотреть. Наш гений наснимал таких фейковых вбросов десятки. Гений маркетинга. Как я уже и сказал, контент Дан Реда это однотипная херня, снятая за 10 минут. Здесь нет креатива, здесь нет какой-то изюминки, здесь нет даже, блядь, какого-то самого простого монтажа. Но да ладно, как говорится, есть спрос, есть предложение. Ему ли это бизнесмену не знать. И ведь снимая всё это дерьмо и грузя на канал сотни однотипных роликов, Дан Ред на серьёзных щах считает, что он улучшит других. В тот момент, когда я делал разоблачение на жабку, именно Дан Ред был тем человеком, который сливал мне в личной переписке интересные подробности о других ютуберах. И рассказывал о том, как всё устроено внутри чатов с комьюнити менеджером. Именно Данил был той крысой, которая сливала Артёма, жабку и других ютуберов. Но его даже об этом просить не пришлось. Он сам написал мне, узнал, что будет разоблачение и начал сливать чуть ли не всех. Но перед этим, конечно же, он уточнил, а не на меня ли разоблачение снимаешь? И раз такие вопросы задаются, значит, есть что скрывать. В нашей той переписке Дан Ред начал хвастаться своими просмотрами, как бы намекая, что он лучше остальных и что ему должны давать гораздо больше, чем другим. Там же он, например, пожаловался на то, что контент с покупкой аккаунтов запрещено снимать ютуберам. Но некоторые его коллеги по цеху его всё равно снимают. Например, тогда он слил змею. И именно поэтому змей тогда и попал в разоблачение на жабку. Его мне слил Дан Ред. Но спустя месяц Дан Ред как ни в чём не бывало, пришёл к змею на канал и снялся с ним в его видео. Чё-то как-то не по-пацански, что ли? Именно Дан Ред предоставил огромное количество пруфов на Артёма, главного комьюнити менеджера. И стоит также отметить, что тогда он немного приврал. А я по собственной глупости поверил в этот грёбаный пиздёж. Именно Дан Ред сливал тогда жабку, а параллельно со всеми теми, кого он поливал говном за спинами, он с ними нормально, как ни в чём не бывало, общался. Именно Дан Ред попросил меня в той переписке накатать жалобы на Артёма в главный офис Гарены в Сингапуре. И чтоб его слили с поста на нашем регионе. Ты та ещё крыса, которой очень много говорит за спинами людей. И которого по-хорошему надо бы выпнуть из партнёрской программы Гарены. Такие люди, как ты, это настоящие коллаборанты. Это предатели, которые во имя собственных интересов и выгоды сольют любого. Даже тех, кто тебе платит. Пускай я алмазами в мобильной игре. Теперь, что касается знаменитых прокачек Дан Редик. Многие считают, что он настолько щедрый, что заливает свои собственные деньги на свой аккаунт и на аккаунты подписчиков, донатя туда десятки тысяч алмазов. Но спешу вас расстроено. Большинство оплат Дан Реда происходит за счёт монет от Huawei, которые он успешно нафармил во время проводимых ими акций. А как только дело касается его личных средств, денег с его карты, он готов пойти на крайние меры и кинуть своих же подписчиков. Например, как-то раз мне написал его подписчик, который подобратель любезный предоставил свой личный аккаунт для видеоролика Дан Реда. Дан Ред пообещал ему за это алмазики. Аккаунт был передан, но как только ролик был снят, Дан Ред попросту заигнорил пацана, отказавшись ему донатить. Свои алмазы подписчик Даника ждал месяц, и он их дождался. Но только после того, как я лично написал Дан Реду и попросил его решить вопрос. До моих сообщений над парнем просто угорали. А личный менеджер Дан Реда, тот самый Владик, и вовсе говорил ему вот что. Напиши Игорю, что его заскамили как Мамонта. Заскамили Мамонта. Красавчик, добропорядочный бизнесмен. Кинуть на алмазы это лишь полбеды и копейки. Например, здесь Дан Ред решил задинамить рекламодателя и обул его на 20 тысяч рублей. Он рекламу должен сайт с 25 тысяч рублей, а он его с Дан Редом. Давай, посмотрим на то, как ты будешь теперь отмазываться. Переписка просто потерялась в диалоге. И я забыл, эти отмазки уже не будут канать Дан Реде. Ведь ты взял оплату, ты договорился о том, что сделаешь рекламу в видео. Но когда тебе два месяца писали и спрашивали, а где реклама, ты просто человека игнорил. Это как раз таки и называется. Заскамили как Мамонта. Здесь Дан Ред на серьезных щах шантажировал подписчиков. И требовал с него 10 тысяч рублей, якобы за моральный ущерб. На одном из своих стримов Дан Ред очень нелестно отзывался об игроках гильдии Алекса Кикса. Он их неоднократно обозвал. И как только ему за это написали, Дан Ред продолжил в личных сообщениях. Первым его сообщением тогда было упоминание чужой матери. А ведь такой приличный на стримах. Не материться. Но в личных сообщениях задеть чью-то мамку это расплюнуть. Типичный маленький мамкоептый. Как и 50% пиздюков фрифаришек. После того, как вопрос с оскорблениями гильдии был урегулирован, Дан Ред решил попробовать вновь заскамить Мамонта. Попросил у этого человека 10 тысяч рублей на карту. За то, чтобы ему доставили моральный ущерб. Ну если не можете, можете там в гильдии скинуться по 100 рублей, я не знаю. Это крутые. Поэтому. Но 10 тысяч мне скинете на Юмане. Охренительно у тебя бизнес? Добропорядочный ты наш бизнесмен. Помимо всего прочего, Даник в любой непонятной ситуации, даже когда он абсолютно неправ, умудряется угрожать игрокам и другим ютуберов тем, что я на них сниму разоблачение. Браво! Если нет, я пишу отцу Евгену и остальным за то, что вы вот так вот предъявляете вместе с Алексом Фиксом какие-то претензии ко мне за просто так. Забавно получается, ты угрожаешь другим, кто будет жаловаться мне, а по итогу я снимаю разоблачение на тебя. Я уверен, ты такого исхода вообще никак ожидать не мог. Ты снял видеоролик с избиением ради просмотров. Ты снял ролик с кейсами, дав ему грязное название, приурочив его к военной операции на Украине. Наврал стрекорова про ограбление, кому, отсидку в тюрьме и с пеной у рта пытался доказать, что все это чистая правда. Но по итогу, когда прошло время, как я и сказал тебе тогда в голосовом чате, все про это забыли. Все твои 700 тысяч тупых подписчиков схавали твою кинутую байку. В нашей переписке ты на серьезных щах доказывал, что ты реально находишься под обстрелами и просил меня приехать к тебе в гости, чтобы я в этом убедился. Ты точно так же звал приехать Трэшера. Ты реально думаешь, что я брошу все свои дела, работу, свою жену, вообще все. И поеду, блять, к тебе, чтобы посмотреть на то, как ты живешь. Че, дебил что ли? А если люди приехать отказываются, они сразу становятся для Даника ссыклом. Ну хорошо, раз уж я ссыкло, тогда ответь мне на вопрос. А почему ты не приехал на сходку ютуберов? Летом, на четвертую годовщину, ты был приглашен Гареной на сходку. Ты подтвердил свое присутствие. Тебе оплатили все перелеты, гостиницу. Но из-за того, что накануне ты поссорился с Кадыровым, ты на все это плюнул. Плюнул на чужие затраты и не приехал. Когда нахочу-то плохо говорил про Шер или про Кадырова. Если я и Трэшер ссыкло только потому, что мы отказываемся бросить все свои дела и за свой счет приехать тебе в ДНР. То кто тогда ты? Когда Ден Рэд узнал про то, что готовится разоблачение на него, он на пару со своим дружком Владиком начал зачищать за собой следы. Личная переписка начала чиститься, а все люди, кто начинал писать о том, что я готовлю на него ролик, банились им в его чате. И не важно, обычный ты подписчик или олд канала, или ты главный модератор и админ. Если ты начинаешь сомневаться в Дон Рэдике, ты отправляешься в банк. Да, ты жалкий лицемирный очкошник Дон Рэд, который из раза в раз пытается всем показать, что он лучше других. Хвастаешься просмотрами, сливаешь ради выгоды коллег по цеху. А если тебе не верят, что ты богатый, ты заебываешь и неделями шлешь скриншоты с интернет-банка. Если тебе не верят с историями про избиение, ты зовешь всех в гости, прекрасно понимая, что в твой мухосранск никто не приедет. Разлишься пойти в суд и снять видеоролики из суда, которые будут твоими пруфами. Подделываешь какие-то справки, запускаешь трехчасовые стримы с оправданиями и доказываешь маленьким глупым детишкам, что ты правый. Заранее знаешь, что стоит им в этом стриме пообещать прокачечку, и они все это, блять, хавают. Только вот знаешь что, есть такие люди, как я, и уже прошло два месяца, где, блять, обещанный пруф? Где доказательство того, что ты сидел в тюрьме? Что у тебя реальные проблемы с памятью? Где ролик из суда, который ты нам так обещал сделать? И почему сегодня страницы тех, кто кидал тебе пруфы, и того, кто тебя избил, удалены? Потому что все это было фейком. Это пиздеж чистой воды, снятый для хайпа, ради просмотров и бабок. Ты ведь все в этой жизни делаешь ради бабок. Деньги для тебя сегодня это какое-то, блять, мерило. И это показатель того, насколько человек, блять, хорош. Но знаешь, в чем проблема, Дан Ред? Богатый человек, по-настоящему успешный человек, никогда не будет доказывать всем, что он такой. Он просто будет молча делать свое дело, без бокозухи, без мешуры, без скриншотов из интернет-банка. А ты, жалкий ЧСВшный пиздюк, видимо, в силу своего возраста и в силу скудного интеллекта этого не понимаешь. Понацепил, блять, 50 колец на пальцы и ходишь, блять, крутой фраерот. Кидаешь всем скриншоты, сколько зарабатываешь. Ты там сидишь и грозишься снять на меня какое-то разоблачение, после которого все меня будут хейтить. Я безумно жду это разоблачение. Давай, не будь балаболом, сделай на меня ролик. Ну а если прямо сейчас ты сидишь и понимаешь, что этот конфликт не вывозишь, потому что я не твоя весовая категория, хотя бы, блять, в плане интеллекта. Поэтому, если что, пиши мне. Я скину тебе все пруфы на себя любимого. И про работу расскажу, и про бизнес настоящий поведаю. И даже в гости к себе тебя приглашу. А то хули, блять, всех зовешь в ДНР, давай лучше в Питер пригоняй. Но заруби себе на носу, перед тем, как начнешь что-то там на меня снимать, перед тем, как запустишь очередной стримчанский с оправданиями, перед тем, как будешь там что-то кукарекать на фоне лобби из игры, помни, что в отличие от тебя, я никогда не кидал своих подписчиков на деньги. Не шантажировал их, не обманывал рекламодателей, не пиарил скамщиков в телеге, не говорил за спинами про своих друзей, не просил кого-то там идти сливать и писать заявок, не выдумывал сказки про избиение, не выдавал фотки со флюзом за доказательство каких-то там, блять, побоев. Я не хайпил на военных действиях, я не предавал тех, с кем хорошо общался, тем более я не банил людей за их мнение и не угрожал физической расправой. В отличие от тебя, добропорядочного бизнесмена. Короче, я очень сильно жду твой ответ и долгожданное разоблачение на меня. Надеюсь, что ты сдержишь слово и сделаешь это, а не как обычно съедешь с темой, жалкий ты лицемерный очкошник с синдромом Дауна и чересчур с завышенным чеслой. Смазочка про то, что Гарена не одобрит такой контент, не канает. Во-первых, я надеюсь, что после этого видео тебя нахуй выпнут из Гарена. А во-вторых, Гарене глубоко насрать на разборке между ютуберами. Так что не ссы и давай снимай. Надеюсь, у тебя получится. Увидимся. Друзья, ну а теперь обращение к вам. Я очень сильно надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Обязательно прожмите пальчик вверх, ну или дизлайк мне поставьте, если не понравилось. И напишите какой-то комментарий. Что думаете по поводу всего мной сказок? Отпишитесь нахуй от Данреда и подпишитесь на мой канал. У меня здесь хотя бы контент разнообразен. Ладно, шучу. Никого не призываю, ни от кого отписываться, не подумайте. А то сейчас начнут. Бля, Генху руинит каналы. Жабку заруинил. Сейчас еще и Данреда заруинит. Бла-бла-бла. Ладно, все, заканчиваем. Ребят, также прошу каждого из вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Там есть все остальные пруфы на этого дурачка, которые не вошли в данный видеоролик по некоторым причинам. Буду ждать всех вас там. С вами был Отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok